Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин 59 470 долларов поднимался на 70 тысяч, опускался на 49 или сколько там, да, 49 тысяч во время этой распродажи пару недель назад на часовом таймфрейме боковик и массивные торговые объемы. Верхняя граница 61 тысяча долларов, нижняя граница 59 тысяч, потрясающе, и огромные торговые объемы, капитализация рынка 219 триллиона долларов, посетителей на моем сайте 51 600, индекс страха и жадности 28, ставка финансирования почти негативная. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру, покажу вам свой торговый аккаунт на 570 тысяч долларов, а также почитаем ваши комментарии и сделаем теханализ монет, которые вы просили. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик, и давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. И что у нас здесь? Давайте отсортируем. Бенби плюс 5,4, Покет плюс 3,9, Тесла плюс 3%, поздравляю, кто покупал по моему сигналу по 200, и кто покупал со мной по 141 доллар, несколько месяцев назад, Гугл плюс 2,2%, Биткоин плюс 1,8, общая капитализация плюс 1,8, Солана, Ворлд, Мэджик Крафт, да все растет. Открываем теперь биткоин, 59 472 доллара, начинаем как обычно с недельки, на недельном, прошлая неделя закрылась свечой доджи, вот она эта свеча, это разворотная свеча, а тренд был нисходящий. Также были хорошие объемы на неделе, но это были объемы на продажу, в основном, но объемы высокие. Также мы видим несколько паттернов на недельке, это огромная чашка с ручкой, это бычий паттерн, и если он отработает, то тогда биткоин улетит, измеряем. По этой чашке с ручкой, если она отработает, то биткоин пойдет на 105 тысяч долларов. Также у нас бычий флаг на графике, огромный такой формируется, а если бычий флаг отработает, то тогда биткоин идет, измеряем, пошел биткоин, потенциально на выходе из этого бычьего флага, да сука не могу подобрать. Переносим, биткоин уходит на 105 тысяч долларов, опять же, и также у нас еще один паттерн, это расширяющийся клин, или мегафон, внутри давление, давление и выходим вверх, поэтому много бычьих паттернов на биткоине. Теперь смотрим на ботов, криптогурубот, которого вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу, все еще держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года, когда биткоин стоил 20 тысяч долларов. Биткоин индикатор бот дал сигнал на продажу, опускаемся теперь на дневной, стахастик в перекупленности, на выходных объемы падали, но теперь возвращаются. Также на графике мы видим бычий флаг, хорошо, а также большой нисходящий клин, теперь 4 часа, что на 4-х часовом, стахастик идет вверх, и здесь формируется паттерн. Тоже бычий флаг на биткоине, с нисходящим расширяющимся клином на 4-х часах. Поэтому, если мы снова перейдем на более крупный таймфрейм, мы видим этот огромный расширяющийся клин и бычий флаг, который начался еще в 23-м году. А если мы перейдем на 4 часа, то мы увидим такие же паттерны, бычий флаг и расширяющийся нисходящий клин. И похоже, что биткоин уже готов вырваться вверх из этого клина. На часовой теперь опускаемся. Я тоже вижу паттерны. Перевернутую голову и плечи. Плечо, голова, плечо. Готов вырваться биткоин. И цель по выходу из этой обратной головы с плечами будет месячное сопротивление. 64 тысячи семьсот долларов. Цель по этой голове с плечами. Поэтому очень много бычьих паттернов. Еще раз на 4 часа смотрим. Я вчера давал торговую идею, и она не активировалась еще. Но я бы уже попробовал поймать выше биткоин. Это более рискованный вариант. На 57-800 можно зайти. Поймаем этот выход из паттернов. Одно сопротивление на 88 тысяч. И финальная цель на 105 тысяч долларов. Цена входа 57-856. Стоп лосс на 57-241. Тейк профит на 105 тысяч долларов. Риск 615 долларов. Заработать можно 49-100. И это если вы торгуете без плеча в расчете на один биткоин. И более безопасный вариант. Можно зайти ниже от этого уровня. На 54-300. Стоп лосс на 53-600. И тейк профит там же на 105 тысяч долларов. 88 и 105. Уровни сопротивления. Соотношение здесь примерно такое же. Заходим на 57-856. Стоп лосс на 57-241. Вот такие сделки можно открывать на биткоине. Сейчас я покажу вам свой торговый аккаунт на 570 тысяч долларов. Но сначала напомню, что если вы хотите наторговать вместе со мной, под видео есть полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 60 тысяч долларов. Если вы торгуете на каких-то других биржах и вам не нравится, то переходите на Bybit. Здесь хорошо. Я сам торгую в основном на Bybit. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь в теханализу. А, кстати, посмотрите на Теслу. Я покупал по 141 доллар. А также говорил там в видосах, что можно брать по 200, по 190. И посмотрите, куда ушла Тесла. На 222 доллара. Так, возвращаемся теперь на графики. А, нет, на свой торговый аккаунт. Я должен перейти. Так вот, биржи, курсы. Проходите обязательно курсы. Если вы не прошли мои курсы, вы просто торгуете пальцем в небо. Как попало. Когда вы пройдете мои курсы, вы будете торговать как профи. Но прошли курсы, тогда присоединяйтесь к моему Телеграму. Где уже около 9 тысяч трейдеров. Ну, а сейчас перейдем на мой торговый аккаунт. Здесь у меня 578 тысяч 600 долларов. За 7 дней было 598, 564, 580. Вчера было 568, сейчас 578. За 30 дней было 604, 530. В общем, сложный был месяц для трейдинга. Ставка финансирования негативная на биткоине. Поэтому я зарабатываю на удержании позиции. Сделка в плюсе на 10 тысяч 300 долларов. Размер позиции 316 тысяч. 5,5 биткоинов. И ставка финансирования негативная. И профит по этой сделке 10 тысяч 300. Прекрасно. И что я держу на этом аккаунте? Вот оно. Эфириум на 3,8%. Юздити на 27. Биткоин на 29. МСРТ 13. Юни 12. Доджкоин 7,9. Ворлдкоин 3,8%. На аккаунте 578 тысяч. Биткоин на 143,300 у меня. Юздити на 133,600 долларов. МСРТ на 62,400. Юнисвап на 58,600. Доджкоин на 38,000. Ворлдкоин. Ну, в общем, все это пока что стоит на месте, особо не движется. И теперь давайте почитаем комментарии. Привет, Джеймс. Спасибо тебе за твои видосы и твои знания, которыми ты делишься. Сделай, пожалуйста, теханализ Покета. Там пошел какой-то движняк. Хорошо. Пройдемся по Покет. Сделай теханализ Кьюбика. Джеймс, ты так и не сделал теханализ КАС. Хотя я раньше просил об этом. Хорошо. Давайте сделаем теханализ Покета. Покет у меня есть там, вроде. А, всего на 6 тысяч. Плюс 3%. Где там Покет? Покет, Покет, Покет. Где там поддержка у Покета? Поддержка на 0.02527. Здесь можно было бы поставить ордер на покупку. Вроде заходят объемы. Давайте еще на недельки посмотрим. Посмотрите, какое падение было. Мы покупали Покет вот здесь, перед самым ростом. И Покет прошел на 50 центов. А я продал где-то вот здесь, в марте. Где-то вот там, вот, короче, мы продавали. А потом Покет рухнул. Увеличиваются торговые объемы, что интересно. Ну да, я смотрю, так на Покет-то неплохо можно подобрать. А также пониже, по 0.22. Тоже можно взять. Я, пожалуй, даже поставлю заявку на Покете. По 0.022. Возьмем на 5 тысяч долларов. По этой цене. 0.022. Ну что, заявку поставили. Также у меня есть и другие заявки. На эфире. На Юнисвап по 3.60. И теперь на Покете. Так, с Покетом разобрались. Теперь КАЗ давайте посмотрим. И вообще дупля не отбиваю, что это. Но раз уж просили, давайте сделаем. Покет я знаю, что это мне нравится. Покет хороший проект. Серьезные люди им занимаются. И мне советовали обратить на него внимание. Так, это КАЗ. Да, неплохо, смотрите. Запустился. Вышел на биржу. Когда? Отсюда давайте протянем. Кто-то, кстати, мне говорил про КАЗ в прошлом году. Ну и он сделал уже 16 тысяч процентов. 16 тысяч процентов. Ёшкин ты хрен. Кто-то же мне говорил тогда. Нужно было послушать. 16, сука, тысяч процентов на КАЗ. Ладно, сделаем теханализ. Это трендовая линия, которая тянется уже сколько? Два года. Или нет, один год. Так, годовая трендовая линия. Если вы хотите подобрать КАЗ, то берите на этой трендовой линии. Здесь по 13 центов. Хорошо, возвращаемся на комментарии. Где там что? Спасибо, Джеймс, за твое видео. Джеймс, пора побриться. Ну а так все нормально. Не буду бриться, потому что мне нравится моя борода. И стричься тоже не буду. Привет, Джеймс, у меня к тебе вопрос. Каждый день ты говоришь про бычьи сигналы на биткоине. А он все падает и падает. И по твоим идеям срабатывают стоп-лоссы. Но слушайте, биткоин-то действительно выглядит побычьем. Где же он падает-то? Он растет. 60 тысяч долларов уже. Почти на хаях биточек. А моя сделка по биткоину в плюсе на 10 тысяч долларов. Поэтому торгуйте правильно. Правильно расставляйте стоп-лоссы. Цену ликвидации. Затаривайтесь там, где нужно. Мне кажется, ты слишком оптимистично настроен по биткоину. Да нет, наоборот, я очень осторожен. Именно поэтому я не зашел в биткоин на всю котлету. Почему в твоем портфолио нет Соланы? Я просто провтыкал и не взял вовремя. Я предсказал, но сам не купил. А по моему сигналу многие купили. Джеймс, мы твои фаны. Посмотри, пожалуйста, на Страксы. Еще какой-то дичь. Нет, ребят, но на сегодня уже хватит. Все остальное в следующий раз. А, кстати, обязательно присоединяйтесь к моему телеграмму. 129 трейдеров онлайн в данный момент. Все торгуют, что-то обсуждают, делятся скринами. В общем, обязательно присоединяйтесь. Тут интересно. И также подпишитесь на мой твиттер. У меня уже 86700 фолловеров. Это мое вчерашнее видео. Вижу бычий паттерн на биткоине. Это я запостил несколько лет назад еще. Еще в начале 2018 года. Биткоин тогда стоил 920 долларов. Эфириум 10 долларов. XRP меньше цента. Какие были времена? Камала Харрис собирается поднять корпоративные налоги с 21 до 28 процентов, если станет президентом. И похоже, что Тесла растет. Поздравляю всех, кто покупал Тесла вместе со мной. А вот это интересно. Я историю написал. Пересказывать полностью не буду. Зайдите на мой аккаунт и почитайте. Это новости из проекта Magic Craft. Очередные обновления. Четыре новые игры в экосистеме и так далее. Команда создает потрясающий продукт. Посмотрите, вот эта прикольная штука. История Блейзи. Персонажа из Magic Craft. Крутая история и такой видосик. Крутяк. Семь часов назад. Подозрительные транзакции. Перевод 4 тысяч биткоинов. На 238 миллионов. Это опасно. Также, какие новости. Что еще хотел показать? А, вот, бычий флаг. Смотрите. На биткоине. И там также другие бычьи паттерны. Они везде. Я их вижу. И также, Камала Харрис сказала, что она будет сохранять. В общем, посмотрите тут. Они опубликовали свою программу. И даже они там не упомянули крипту. И похоже, что они собираются оставить на своем посту Гарри Генслера. А теперь давайте быстро сделаем эфириум. Или нет? Доджкоин давайте. А потом эфириум. Доджкоин 10 центов. Переключимся на недельку. На хорошей точке входа. Смотрите, это массивный нисходящий треугольник на доджкоине. Внутри создается давление-давление. И выходим вверх. Идем на 19 центов. Поэтому я возьму доджкоин. Сколько там у меня уже доджкоина? На 69 тысяч? Да не, вряд ли. Это сколько я могу купить? А сколько же я держу? На 38 тысяч. Интересно. Ну, хорошо-то, в принципе, достаточно. Пусть будет. Но имейте в виду, что доджкоин может помпануть. Ну что ж, на этом на сегодня все. Завтра уже пройдемся по эфиру. Сделаем технический анализ. На сегодня и так уже много теханализа, и видео затянулось. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Обязательно пишите в комментариях, что мне проанализировать. И на мой взгляд, биткоин выглядит побычье. А также это Юнисвап. Там он был вверху, когда открыли какое-то судебное производство против Юнисвап. И в итоге Юни упал на 6 долларов, поднимался на 7 долларов. А я Юнисвап покупал. Всем хорошего дня и увидимся завтра.